здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном уроке в этом уроке я хочу вам показать виджет дождь сейчас вы видите у себя на экранах а вот такой вот дождь можно менять цвет этому дождю и задний фон также можно менять и напоминаю то что 8 февраля 2016 года мюз адапт мюз обновился хорошие новости теперь стабильная рабочая версия одно из новшеств данного обновления что сайты теперь можно делать адаптивными вот и я быстренько накидал так называемых точки остановки и несмотря что даже разработчик пишет что вот этот виджет дождь он работает на предпоследней версии адапт мюз я попробовал и в новой версии адапт мюз он без проблем работает сейчас вам наглядно покажу то есть сейчас в этом примере я уже сделал адаптивный дизайн я просто за край браузер сейчас потяну и вы можете наблюдать что у нас снизу ползунков никаких нет дождь нормально себя ведет и заодно я логотип мюз тоже сделал адаптивным и вот до 320 пикселей вот видите в принципе все нормально виджет работает на мобильной версии должно быть то же самое или же можно проверить еще вот так вот в браузере я выбрал значит просмотр через мобильное устройство вот здесь вот можно выбрать через какое мобильное устройство вы хотите посмотреть например apple iphone 4 видно что здесь все нормально конечно же он немножко растягивается виджет но в каждой точке можно править эти моменты без проблем и вот если поменяем ориентацию здесь тоже в принципе без проблем все работает давайте перейдем в адоб news и рассмотрим данный виджет из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст давайте сразу посмотрим его настроечки background это цвет заливка области там где будет идти дождь у меня смотрите как у меня заливка браузера вот такого темно-зеленого цвета поэтому я беру отсюда код цвета и также помещаю его здесь кликаю здесь по цвету вам здесь вот не видно enter ну и соответственно вот rain color это цвет дождя здесь также можете выбрать любой я оставляю по умолчанию белый и просто теперь размещаю виджет по краям и делаю его шириной сто процентов логотип я помещаю на передний план сразу давайте попробуем сделать небольшой адаптивность чтобы проверить что все у нас работает вот этот элемент графический у меня логотип миюз я его разместил посередине перехожу перспектива да и у нас здесь как вы знаете в новой версии миюз у нас тут есть новые инструменты в начале вот здесь вот закрепить на странице я закрепляю посередине данный логотип в данной точке 960 пикселей и изменить размеры я не хочу его изменять замочек вот здесь вот ставлю не менять размер вот за этот вот элемент я перетаскиваю прямо в реальном времени смотрю как ведут себя элементы на сайте веду 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 и где-нибудь вот до этого момента я дохожу так чтобы моя картинка не уходил за края холста отпускаю мышь видно что у нас видит он сам принял нужную форму и никуда не улез за края и потом вот здесь плюсик появляется у нас создать новую точку остановки мы по нему кликаем и создается новая . так значит виджет у нас выглядит нормально видно я его выделил за края никуда он не ушел наша картинка плотно прижимается по краям нашего холста здесь нужно уже будет менять размер так сказать подгонять под мобильное устройство то есть находясь вот в этой точке который мы с вами только что создали мы выделяем наш объект идем обратно перспектива замочек меняем на гибкое значение ширины и высоты все он у нас будет меняться и у нас почему виджет меняет размер с изменением размера монитора потому что у него всегда стоит вот здесь параметр изменить размер и если мы по . вот так вот кликаем смотрим уже видно да что у нас вот меняется виджет меняется какие-то элементы на сайте то здесь в принципе ничего сложно нет ну и давайте предпросмотр сделаем в браузере смотрим в браузере дождик у нас работает потянем за край браузера проверим все ли у нас работает и вот тут у нас начинается уменьшаться логотип наш виджет нормально себя ведет и все у нас хорошо работает на этом здесь все данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделаны в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делайте лендинг пэтч делайте их круто и и и и и и и и